Добрый день, друзья! В этом видео я расскажу вам, как добавить подсказки и заставки, и аннотации в ваше видео на YouTube, таким образом, сделав его интерактивным и сделав из него настоящее задание. Данная функция поможет вам во время просмотра видео перенаправить вашего слушателя на те видео, которые уже существуют на вашем канале, для того, чтобы повторить информацию, или, возможно, перенаправить ваших слушателей на другой канал, чтобы узнать что-то новое, чтобы дополнительную информацию узнать, или можно также сделать анонс предстоящих уроков, предстоящих видеоуроков, видеолекций. Итак, мы берем любое видео, ну, допустим, вот я взяла это видео. Наша задача добавить подсказки, вот они здесь, да, подсказки. И внизу появляется так называемый, так называемый таймлайн. Вот здесь вы будете добавлять видео. Важно то, что подсказки видны на любых гаджетах. В отличие от аннотации, аннотации, которые были до этого, и которые YouTube уже убрал, аннотации не были видны на всех устройствах мобильных. Но подсказки видны и на телефонах мобильных, и на планшетах. Итак, выбираете тот этап, тот момент при помощи этого маячка, тот момент, на котором вы хотите что-то добавить к вашему видео. Допустим, прошла какой-то теоретический материал, какой-то элемент теоретического материала, и вы хотите добавить, но вы можете на самом деле включать и останавливать. Вот теперь я точно знаю, что сюда, допустим, я хочу что-то поместить. Итак, идем в подсказки, добавить подсказку. У нас есть несколько вариантов. Вы можете добавить видео или плейлист, сделать продвижение своего канала. Если вы заметили, то в самом начале, вот у меня здесь было такое красное окошко подписаться. То есть, кликнув на него, мой слушатель сразу подпишется на мой канал. Вы можете добавить опрос, пригласить зрителей принять участие в опросе. На самом деле, в опросе вы можете задать вопрос по тому материалу, который вы давали. Допустим, если это времена или это, ну, какую-то, не знаю, допустим, теоретическую или теоретическая часть вашего курса. Вы можете затем в виде опроса предоставить возможность ответить на какие-то вопросы по данной теме. Итак, выбрали вот это место. Видео или плейлист. Создать. И вот у вас появились уже ваши видео. В данном случае это мои видео, которые просто я могу кликнуть на них, добавить. Или плейлисты. Вот мои плейлисты. Я тоже могу из каждого плейлиста выбрать то, что мне необходимо. Допустим, я хочу выбрать какое-то видео, но мне нужен плейлист, потому что это курс по временам. И, допустим, английский с нуля. 53 видео. Вот сейчас я из них и... Ой, не получилось. Да, не то. Если что-то не получилось, то не пугайтесь, ничего страшного. Вот на «Изменить подсказку» кликаем и убираем. Не то поместилось. Опять делаем видео, плейлист. Ну, допустим, давайте выберем, допустим, «Мнемотехники». Вот сюда кликаем. И у нас есть несколько окошек. Мы можем, кстати, ввести сразу адрес того видео, которое есть уже на нашем канале. Просто ввести его адрес и не искать его здесь. Ну, давайте просто любое. Вот поместили. И у нас есть несколько вариантов. Сделать сообщение и сделать тизер. Сообщение – это то, что... Это очень удобная вещь. Это то, что... То, что видит ваш слушатель. Ну, например, «Повторим материал». Вы можете написать все, что угодно. А тизер – это... Ну, пусть будет опять повторить. Тизер – это то, что возникнет на несколько секунд перед основным сообщением. И, пожалуйста, создать подсказку. Вот эта буковка «Ай» и есть подсказка. Конечно, хорошо бы вашим слушателям сразу сказать, что во время просмотра видео в правом углу будут возникать подсказки. И на них надо кликать. Они интерактивные. И вы будете при помощи них делать задания. Итак, смотрим мое видео дальше. Вот я хочу вот здесь что-то добавить. Опять добавить подсказку. Видео или плейлист. Вот точно так же. Введите какой-то электронный адрес. Сюда какой-то текст, допустим, повторение. И тизер тоже можно. Забыли вопросительные формы. Ну, можете, кстати, тизеры не делать. Создать подсказку. Создала. Но что-то не то. Ага. Я ввела не текст, не ссылку из YouTube. Да? Давайте все-таки из YouTube ссылку введем. То есть, если вы добавите любую другую ссылку, не на YouTube-овское видео, то добавлено это не будет. Только видео из YouTube. Вот вы видите, либо видео, либо плейлист надо добавить, либо чужой канал какой-то, да? Ну, допустим, название какого-то канала, который вам нравится, и где бы ваши слушатели могли узнать дополнительную информацию. Вот то же самое. Вводите сюда ссылочку на этот канал. И вот какие-то сообщения. Что еще можно сделать? Можно сделать опрос. Допустим, какой-то блок был теоретический. И вы добавите подсказку. Создать опрос. Введите вопрос. Ну, допустим, ответьте на вопросы по теме. Ну, на самом деле, вот в этом окне как раз-таки вопрос задается. Допустим, там, не знаю, как образуется утвердительная форма, или как образуется вопросительная форма, или, например, сколько цветов необходимо использовать в презентации. И вы здесь даете варианты ответа, и ваш слушатель выбирает ответ. Очень, на самом деле, очень любят слушатели такие виды заданий. Во время уже просмотра видео вы даете возможность человеку остановиться и выполнить задание, проанализировать пройденный материал, ответить, создать подсказку. Но у меня нет ни одного варианта. Но давайте я напишу один, два, три. Потому что все-таки я делаю видео, видео условное. Видео интерактивное, созданное в YouTube, будет прикреплено на нашей платформе. Вы сможете его посмотреть. Итак, ну, пожалуй, все, что я хотела сделать. Пожалуй, все, что я хотела сделать. И смотрите, как это будет выглядеть. Вот начинается видео. Я буду просто подкручивать. Вот, смотрите, на этом этапе. Возникает окошко информации вот здесь. Повторить. Все. Нажимайте. И, пожалуйста, вот, пожалуйста, что есть. Вот здесь ваш слушатель увидит, что есть видео. Ага, добавлено видео, при помощи которого можно повторить, допустим, утвердительную или вопросительную форму. То есть для повторения. Дальше. Буковка А исчезла. Я передвину чуть ближе к следующей подсказке. Итак. Вы прибавляете вот эту вторую форму. Ай, вот, хи, бот, хи, бот. Смотрите. Вот возник тизер. Забыли образование вопросительной формы? Пожалуйста, кликаем. И мы сразу переходим на то видео, которое вы захотели добавить. То есть это позволяет сделать видео не таким длинным, не таким тяжелым. В то же время сделать его интерактивным и некий нелинейный характер создать. Потому что во время просмотра ваш ученик сможет возвращаться к предыдущим видео, повторять материал. Ну, или переходить на какой-то новый материал. Но необходимо, конечно, сказать слушателям, что вот здесь вверху буковка Ай, на нее надо кликать, кликать на подсказки. Здесь будет появляться информация. В конце вашего видео вы можете добавить уже не подсказку. Вот, кстати, они подсказки наши. Да, вот они все здесь есть. И можно, нажав на вот эту ручку, ретредактировать, удалить и переделать, изменить что-то. Вы можете добавить аннотацию, потому что до этого, конечную заставку точнее, до этого все возникало в виде просто некого сообщения. А как же нам сделать, чтобы, допустим, в конце нашего видео возникло такое окошко, в котором был бы анонс следующего видео, например, следующей темы. Для этого вы должны воспользоваться вот этой функцией, конечной заставкой или аннотацией. Видео должно быть для такой функции не короче 25 секунд. И добавить вы можете эту аннотацию только в конце. Не в любой части, как это было с подсказками, а только в конце. Итак, ну, допустим, я хочу добавить аннотацию здесь. Добавить элемент. Опять же, здесь несколько элементов. Видео или плейлист, подписка, реклама чего-то канала и другого, или ваш веб-сайт. Данный аккаунт мой, а вот данный аккаунт не соединен с моим сайтом, поэтому здесь вот написано не указан. Но на самом деле это будет хороший способ перенаправлять ваших слушателей, слушателей с YouTube, зрителей YouTube, ваших подписчиков на ваш сайт. Итак, добавить элемент. Ну, пусть это будет какое-то видео выбранное. Вот какое-то видео я выбрала создать. И посмотрите, вот здесь уже не просто уже какое-то сообщение, а уже идет окошко, которое будет видно вашим слушателям. И сейчас я покажу, как это работает. Вот в данном случае это окошко возникло вот уже на 11.45. Ну, допустим, вы хотите передвинуть, да? Вы можете вот так вот уменьшить его. То есть я сейчас уменьшаю количество минут, которое это окошко будет висеть. Я могу передвинуть его на другое место, да? Смотрите, как это будет выглядеть. Так, включаем play. Вот видите, окошко появилось. Какое-то оно время будет висеть. И пропадет. Если ваш слушатель на это окошко нажмет, все кликабельно, все интерактивно, то он перейдет на сайт, на видео вот того окошка, которое здесь изображено. Таким образом, вы сегодня, мы с вами добавили к этому видео подсказки. Мы добавили подсказки, мы добавили заставку. Видите, вот у нас идут подсказки. Вот они, подсказки. И в конце у нас... Вы видите глаголы. И в конце у нас вот... В конце у нас будет заставка. Она уже ближе вот сюда. Мы сейчас ее, наверное, уже не найдем. То есть она появляется уже в конце, там... За 20 секунд до окончания видео. Она точно появится. Ну, я надеюсь, что это видео было полезным. И вы создадите свое интерактивное видео при помощи канала YouTube. Потому что, в отличие от других сервисов по созданию интерактивных видео, такая функция YouTube позволяет вам связать между собой несколько своих видео. Уже на своем канале ваш зритель посмотрит одно из ваших видео. И затем будет просто перенаправлено другие ваши видео. Вы можете соединить несколько видео в единый какой-то блок. Это очень удобно. Ну что же, удачи. Надеюсь, что у вас тоже получится замечательное интерактивное видео. Это очень удобно. Спасибо. Спасибо.